Сквер на проспекте Мира или зона отдыха на пруду Боровом. Один из этих объектов благоустроят в рамках программы формирования комфортной городской среды в 2023 году. Обе территории выставляли на голосование годом ранее. Тогда саровчане отдали предпочтение скверу за администрацией. Первый этап его реконструкции уже начался. На те выделенные деньги, это в размере 24 миллионов рублей, нам удастся только привести в соответствие диагональные дорожки, то есть пешеходную сеть мы делаем, ну и определенные делаем инженерные закладные для того, чтобы впоследствии провести соответствующие кабели и коммуникации. То есть основное сейчас у нас обеспечение подходов к центральной зоне, будем так говорить, где расположен фонтан. Благоустройство фонтана и центральной площадки выносят на голосование в этом году. В выборе приоритетной территории важен каждый голос. Департамент городского хозяйства призывает саровчан не оставаться в стороне. Обязательные условия участия нашего города в получении финансирования на следующий год преодолеть порог голосов 8600, пояснила Людмила Шлипугина. Показатель уровня поддержки и участия в выборе территории нашего населения. Потому что основным условием проекта федерального формирования городской среды является не только выполнение работ по благоустройству, а то, что все приоритетные задачи, виды работ, сами территории должны выбираться с жителями. Голосование стартовало 15 апреля и продлится до 30 мая. Отдать свой голос за выбранную территорию можно онлайн на сайте голосза.ру. Процедура занимает не больше пяти минут. Для регистрации на сайте нужно указать свой номер телефона, инициалы, место проживания, либо войти через госуслуги. Если житель города уже голосовал ранее, он может не подтверждать свой номер, а воспользоваться плашкой «Вход для голосования». В этом году опять возвращается практика, что будут волонтеры с планшетами. То есть мы, скорее всего, сделали вывод, что они не будут работать в торговых центрах, потому что в торговые центры люди приходят быстро что-то купить, уйти, дома ждут тела. Мы постараемся сделать это в таких зданиях или учреждениях, где люди могут посвятить голосование какие-то найти 3-5 минут. Проект, набравший большее количество голосов, будет в 2023 году благоустроен за счет городского, областного и федерального бюджетов. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24.